ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ Здравствуйте, Мэрия Петровна. Можно? Да, входи, Максим. Здравствуй. Вы написали «Макс, зайди, пожалуйста». Срочно. Что случилось? Послушай, что прислал Добрыня, начальник сказочной полиции. Мэрия Петровна, Макс, такого крупного дела во всех смыслах у нас давно уже не было. Пропал целый корабль. Жду вас в сказке о царе Салтане. Выхожу на ладье в море-океан. Перемещаемся? Немедленно. Моё почтение, детективы. Семь футов подкилим. Ну, хорошо, что ты знаешь это морское приветствие, Максимка. Садись на весла. Будем в море-океане корабль искать. Зачем весла? Паруса же есть. Ветра нет. Штиль. Придётся грести. Странно. Обычно в сказке о царе Салтане ветер нам оригуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Сегодня ни ветра, ни волн. Рассказываю. От острова, где правит князь Гведон, отчалил корабль с торговыми гостями. Чем вы гости торг ведёте? И куда теперь плывёте? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы конями, всё донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок. И лежит нам путь далёк. Мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Отчалить они отчалили. А в царство славного Салтана не пришли. Три дня корабле ни слуху, ни духу. Следы кораблекрушения найдены? Ничего, ни щепочки. Волшебство? Если волшебство, Золотая Рыбка может что-то знать. Нужно кликнуть рыбку. Золотая Рыбка! Золотая Рыбка! Приплыла к ним рыбка. Спросила. Чего вам надобно, детективы? Здравствуйте, Золотая Рыбка. Три дня назад корабль пропал. Не припомните, что было в тот день, когда он пропал? Может, что-то видели или слышали? Что на поверхности моря творилось? Не видела. А слышать? Кое-что слышала. Ой, слышите? Жужжание. Шмель это. Большой щит. Вот откуда он посреди моря и океана взялся? Полагаю, шмель волшебный. Скорее всего, это князь Гведон. Уважаемый князь, будьте добры. Улетучился. Разворачиваемся. И за ним. Нам его не догнать, Добрыня. А как же быть? Он же может оказаться свидетелем. Скажи, Макс, готов ли ты отправиться к Гведону? Естественно. Но как? Минутку. Уважаемая Золотая Рыбка, вы могли бы превратить Макса в шмеля? Ну, конечно. Пожалуйста. Вот это приключение. Прошу вас, Золотая Рыбка, продолжайте свой рассказ. Утро того дня было самым обыкновенным. Гуляла я себе на просторе, ждала, когда старик пойдет к синему морю, станет меня кликать. Вдруг завывание послышалось, а после грохот, страшный грохот. И все стихло. Вынырнула я из моря. Спокойно синее море. Ни ветерка, ни волн. Третий день уж так. Тишь да гладь. Может, царь морской из блины Садко бурю поднял? Вечером завел царь морской пир на весь мир. Заиграл Садко задорно, весело. Гости за столом усидеть не могли. Выскочили из-за столов, да в пляс пустились. И так расплясались, что на море и океане великая буря началась. И много в ту ночь кораблей сгинуло. В былине сказано, что буря поднялась в ночь. Ваша правда, Марьяшка Петровна, уж если царь морской разойдется, его не остановишь. А в тот день прогремела, да и стихла. Пора мне. Надо б на царевну лебедь предупредить. Ведь два шмеля к ней прилетят. А уж превратить Максимушку и шмеля в человека она и без меня сумеет. Кто же виновник сказочных неприятностей? А может, морское чудовище? Кракен! Схватил корабль и уволок на самое дно. Или того хуже проглотил? Тогда бы щепки плавали по всему морю-океану. Ведь Кракен давил корабли. Выходит, целиком проглотили. Возможно, в этом деле замешано чудо-юдо рыба-кит из сказки «Конек-горбунок». Чудо! Три десятка кораблей проглотило, могло и еще один. А может, пираты? Бах-бах! Пушки-мушкеты выскочили из тумана, взяли на абордаж, товары, что купцы везли, себе забрали, корабельщиков в плен взяли, корабль увели. Полагаешь, Добрыня, что это капитан Флинт со своими сообщниками? Да, из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. У них еще попугай говорящий все повторяет «Пиастры, пиастры». А может, другой сказочный пират, свирепый, тоже довольно известный. Бармалей. Злой, лживый, жадина, каких свет не видывал. Мок. О! Отмаку сообщение. Послушаем. Ж-ж-ж-ж. Коллеги побеседовал с Гведоном. Вот запись. «Как превратила меня царевна-лебедь во шмеля, так сразу я на корабль и в щель забился. Идем по морю, по океану, в царство славного Салтана. Жду, когда желанная страна будет издали видна». Задремал. Вдруг завывание, потом грохот, качка Судно затрещало, накренилось, содрогнулось и... А дальше? Дальше ничего не помню Но только почувствовал, как подхватило меня ветром И в небо подняло Очнулся, кругом вода, а корабля нет как нет Гляжу на горизонте ладья Идет под парусом Полетел было к ней, да вас увидел Передохнул и полетел назад к себе Негоже острову так долго без правителя оставаться Это все, сейчас царевна-лебедь превратит меня в шмеля Полечу к вам Да, вздремнуть под шум волн и ветра одно удовольствие Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина Там тоже есть ветер Да, ветров в сказках немало Почти во всех сказках они не злые, а иногда и добрые Правда... Что? Что вы вспомнили? Сказку «Ветер и солнце» Константина Дмитриевича Ушинского В этой сказке солнце и сердитый северный ветер Решили помериться с силами и ветер спор проиграл Унести корабль, чтобы выиграть спор Гениально, Марья Петровна Так кто же у нас в подозреваемых? Чудо-юдо-рыба-кит, бармалей И злой северный ветер Начнем с чудо-юдо-рыба-кит Сообщу Максу и золотой рыбке Она его проводит и в человека потом превратит Чудо-юдо-рыба-кит поперек моря-океана лежит Так и должно быть Сейчас доберемся до головы и поговорим с ним А вот и Макс И золотая рыбка Вот он, помощничек ваш, Марьяшка Петровна В целости и сохранности До свидания, дорогие мои детективы До свидания, золотая рыбка Ух ты! Вот так рыба-кит! Настоящее чудо-юдо! Все бока его изрыты Чистоколы в ребра вбиты На хвосте сыр-борш шумит На спине село стоит Леса, люди, лошади Жарко тут Солнце так и палит Ни ветерка Здравствуйте, чудо-юдо-рыба-кит Ох, путь и дорога, господа Вы откуда и куда? Издалека мы Ну что с вами? Не здоровиться? Ох, животом моюсь И сверху давит Людишки домов своих понастроили И изнутри давит Прямо распирает А к лекарю обращались? Тут ни лекарь, ни колдун не помогут Из-за кои прегрешения я терплю беды, мучения Так это от того, что... Узнаете Всему свое время Мы не рассказываем персонажам сказки о том, что их ждет Помнишь, Макс? Может, вы что-то проглотили? Скажем, три дня назад Тут каждый день, как год А вы говорите, три дня И не упомню Попробуйте Корабль большой, не видели? То ли кто на мне пахал То ли я кого глотал То ли кто по океану В лодке мимо проплывал Или в Дубраве Меж усов Кто-то собирал грибов А кто проплывал? Латчонка маленькая Не в моем вкусе Прошла под парусом А кто в латчонке был? Как выглядел? Одет как? О-о-о-о Мне все одно Купец Грибец В меховой шапке С длинными ушами Или без шапки И без ушей Устал я От ваших вопросов Вот да будете Мне лекаря хорошего Вот тогда И поговорим Подмогу вызову Чуду-юду Деваться будет некуда Придется торговый корабль отпустить Это если оно виновата А что, есть сомнения? Должны быть Пока нет значительных улик Так улики налицо Точнее, на спине У Чуда-юда рыбы кит По нему лошади гуляют В плуг запряжены Лошади В сказке так и сказано Мужички на гупе пашут Между глаз мальчишки пляшут Помните, что корабельщики говорили Гведону Торговали мы конями Все донскими жеребцами Вот, улика И грохот, что золотая рыбка слышала От Чуда-юда рыбы кит Это точно Так же точно, как грохот от пушек Пиратского корабля Бармалея Пожалуй Перемещаемся к Бармалею Сейчас, коллеги Сейчас тут Что-то случилось? Да Что-то необъяснимое Королевич Елисей Из сказки о мертвой царевне И семье богатырях Пришел к ветру А ветра нет как нет Непонятно, кого спрашивать Аля, откажешь мне в ответе Не видал ли, где на свете Ты, царевна, молодой В общем Теперь надо две сказки спасать Кто же все-таки виновник Сказочных неприятностей? Выясним Надо понять Обстоятельства происшествия К Бармалею я вас, Марья Петровна Одну не пущу Опасный тип С ним надо держать ухо востро Может, я выясню, что случилось с ветром? Хорошо Как что-то прояснится? Сразу сообщи Мы перемещаемся к Бармалею Встретимся позже В отделении сказочной полиции А вот корабль Бармалея Я кровожадный Я беспощадный Я злой разбойника Бармалей О, сказочная полиция С вопросами пожаловали С вопросами Скажи-ка, Бармалей Что ты делал три дня назад? А что мне за это будет? За спасибо, Никитич Шубу не сошьешь И спасибо вам, разбойникам, многовато Не по сеньке шапка Не по сеньке шапка? Так говорят, когда Кто-то хочет получить больше, чем заслуживает Давай-ка лучше Рассказывай Договори по существу Ничего я тебе, Никитич, не скажу А вам, Марья Петровна По старой памяти Скажу Скажу Ой Забыл Вы не спешите Вспомните Вспомнил? Хотел Айболита С его зверушками противными догнать Не вышло Почему же не вышло? А потому Потому что бедный я несчастный И ничего у меня не выходит Крокодил не ловится Не растет кокос Ну хватит уже Брось ломать комедию Чего ломать? Ломать комедию означает притворяться А, ладно Никого не догонял Никаких кораблей не захватывал Никого не грабил Это почему же? Ветра нет Сижу Жду моря погоды Грабить охота Аж Кушать не могу Вы бы вместо того Чтобы меня вопросами мучить Сгоняли бы к ветру И замолвили бы за меня словечко Мол, так и так Пора уже Подуть Ну не на конях же мне по морю бежать Айболита догонять Или на веслах О, идея А ну, пираты На воду Раз, два, три На воду Раз, два, три Блин! Уйдет, Марья Петровна Уйдет Без ветра далеко не уйдет Точно Догоним Вот чует мое сыщицкое сердце Бармалея виноват Он вон сколько грохота наделал Слыхали про коней-то? Проговорился Думаю, надо выполнить просьбу Бармалея Какую просьбу? Поговорить со злым северным ветром Из сказки «Ветер и солнце» То жара, то холод Вот она, работа детектива И в мороз, и в жару, и в снег, и в дождь Собирай улики, анализируй, делай выводы Ну и задерживай сказочных преступников Нужно позвать ветер Он где-то тут Северный ветер Отзовись Перед нами Появись Кто меня беспокоит? Я должен сдернуть плащ с того путника Что на коне Буду дуть на него И снегом заваливать И дождем поливать Сперва с ним разберусь А потом За второго возьмусь За какого второго? Двое их Один конный А другой пеший В рубахе оттопыренной Да в шапке меховой с длинными ушами Где им Моей силе Противиться? Вот оно Небосенький шапка Во-во! Говорите, чего надобно Да проваливайте Из моей сказки Говорят, вы так сильны Что можете корабль поднять Сомневаетесь? Могу воду вспять направить Стеной ее поднять Камни могу бросать Деревья с корнем вырывать А уж корабль поднять Да забросить За три девять земель Проще простого А когда вы в последний раз Поднимали корабль? Не до того мне сейчас Спор у солнца Выиграть надо Доказать мою силушку Улетел Как его теперь задерживать Коля он виноват? Может и не придется Это почему? О, от Макса сообщение Ветер из сказки О мертвой царевне И семи богатырях Исчез Как? Никто не знает Но королевич Елисей Рассказал Когда он ехал От месяца к ветру Он видел Что какой-то мужичок Одетый в меховую шапку С длинными ушами И в рубахе Раздутый Словно под ней Арбуз был Шел ему навстречу Конец связи Скоро прибуду к вам Любопытно Загадочно Ой Ничего не видно Свет яркий Глаза слепит Это потому что К нам с небосвода Спустилось солнце Я к вам за помощью Беда Беда у нас в сказке Сначала Все шло как по писаному Северный ветер Спор затеял Кто из нас сильнее Решили мы силами Мерится Только не померились Потому как ветер Пропал Сказка наша Дальше Не сказывается А я По небу Хожу Хожу Ищу Ищу его И вы поищите Может он на востоке А может еще где Вот только Не пропал Не пропал он Думаю я А сбежал Потому что понял Сыщики Хрум Вышли на его след Не по сеньке Шапка Вы это о чем? Думаю Что все события Взаимосвязаны То есть и чудо-юдо И бармалей И злой северный ветер Могут быть Виновными в том Что испортились Сразу три сказки Могут конечно Но Вряд ли все трое Могли сговориться Хотя А вот и я Я в курсе Хода расследования Думаю Что этот Неизвестный В зимней шапке С длинными ушами Причастен Ко всем исчезновениям И не просто Причастен Значит Никто из наших Подозреваемых Ничего не совершал Все невиновны А как же Кони эти О которых все говорили Вот это Захочу Проглочу И соскучился По грабежам И разбою Грохот этот И грохот был И ветра исчезли Но корабль Не исчезал Просто он стоит Неподвижно Где-то В сказочном море Океане Как это? Сейчас объясню За мной Тишина какая И холод жуткий И снег Хорошо Хоть ветра нет И это странно Учитывая Что мы с вами Оказались на русском севере В краю поморов Поморы? Так называют Людей Живущих В Архангельской области И на берегах Белого моря Все началось С Гведона Гведон видел ладью Она шла под парусом А ведь и Гведон И золотая рыбка Говорили Что на море Был штиль Ну да Чудо-юдо-рыба-кит В сказке говорится Поперек его лежит Чудо-юдо-рыба-кит Десять лет Уж он страдает То есть Чудо-юдо-рыба-кит Никуда не отлучался Был на своем месте А ведь Чудо-юдо Видел того же мужичка Когда тот Мимо него проплывал И тоже под парусом А ведь ветра На море-океане Не было Жара А человек в лодке Был в зимней шапке С длинными ушами Ну да Бармалей на своем корабле Не может догнать Корабль Айболита Потому что Нет ветра То есть Главное Сказочное преступление Похищение ветров Значит и злой северный ветер Не сбегал от нас Он похищен Да И перед похищением Видел похитителя Сказал, что легко справиться И с человеком в плаще И с человеком в меховой шапке С длинными ушами И в раздутой рубахе Его все кроме Бармалея Видели Шапка Везде в сказках лето А человек в шапке Значит Прибыл с севера Вот почему мы оказались В северной сказке Но в какой? Сообщение Макса И разговор с солнцем Все расставил на свои места Да еще ты, Добрыня Вспомнил поговорку Не по сеньке шапка Чем помог мне Все разложить по полочкам Чей это дом? Мужичка Сени По прозвищу Малина Из сказки Ветер про запас Степана Григорьевича Писахова Да Мне этот Сеня Малина знаком Большой любитель Прихвастнуть Ой Мне как гости пожаловали За ветрами пожаловали Которых вы себе набрали больше меры Чудеса да и только Как это вы прознали-то? Никаких чудес Сыщики мы Работа такая Может расскажете Как вы это все проделали? Только правду Плести не были лица Не мое Пробудился я третьего дни Надел оплеуху Что надели? Оплеуху Так поморы называют длинноухую меховую шапку Залез, значит, на крышу Вижу Сполохи Северное сияние Потянулся за ними Заворачивали Заворачивались Парус надул И пошел по морю Океану за ним Как догнал Он громом раскатился В меня штормом ударился А я и шторм Хвать за ноги И смял И что дальше? Так и все В бане они у меня Ветры-то Запер их на всякий случай Ветра вам придется отпустить Ладно Хорошо Хрум Или сказочный детектив